Всех приветствую! Рассмотрим фильтр топливный Масума на автомобиль Toyota Land Cruiser Diesel. Владелец привез с собой и, соответственно, в магазине очень хорошо этот фильтр ребята прорекламировали и сказали, что он не уступает оригиналу. Фильтр четкий, можно брать, вообще никаких проблем нет. Я удивился вот такому раскладу событий и посмотрел данный фильтр поближе. В общем, что мы видим? Невооруженным глазом сразу видно, что у него вот здесь присутствует такая ляпа в центре, которая закрывает нам основной поток по топливу. И что самое любопытное, если посмотреть его на просвет, вот в эти круглые дырочки, то можно приглядеться и в некоторых моментах увидеть сквозные отверстия. Но камера особо здесь мне не передаст вам эту информацию, но если вот приглядеться, вот видно сквозные дырочки насквозь. То есть, опять же, очередным образом соляра у нас не отфильтрованная, пойдет просто напрямую в топливную аппаратуру, и топливная аппаратура вам скажет большое спасибо. Вот они вон насквозь дырочки идут. Это вот то, что нефильтрованное пойдет прямо в ТНВД и на форсунки. Ну и вот эта вот клеевая часть, которая нам закрывает центральное отверстие, во-первых, ограничивает поток воздуха в мотор по топливу. Топливо будет поступать гораздо меньше, чем нужно. В итоге вот эта штучка, я скорее всего думаю, оторвется и дальше пойдет у нас на ТНВД. В общем, это все нехорошо и неправильно. Будьте бдительны, проверяйте вот эти вещи, когда берете фильтр. То есть даже, в принципе, если вы в этом не разбираетесь особо, просто возьмите и посмотрите вот это центральное отверстие. Увидели клей вот такой вот, ну все, фильтр, значит, не берем. Смотрим для примера оригинал и видим, что здесь никакого клея у нас нет. Все четко и хорошо. Всем удачи, друзья. Будьте бдительны.